привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала эти навигатор с вами данном ролике мне бы хотелось рассказать вам о своем опыте использования кеды и не он вот я с этим дистрибутивом уже больше двух месяцев был ролик на канале о моих первых впечатлениях о том как я настроил этот дистрибутив как и для чего я его использовал рассказывал свои первоначальные впечатления до дистрибутив по своей природе очень минималистичен поставляется с минимальным набором базового софта все нужное вы всегда сможете установить из репозитория с помощью там центра приложений и так далее на дистрибутив используют всегда самую новую версию иди и плазма в общем это дистрибутив ну это не будет новости для вас что данный дистрибутив от разработчиков когда я не он да но скажем так все вот эти вот плюсы все это перечеркнулась багами которые я обнаружил которые вылезали редко но их сразу не было поэтому было такое положительное первоначальное мое впечатление но по ходу использования не начались проблемы изначально были некоторые артефакты при отображении рабочего стола но я так понял это было связано с драйверами к видеодаптеру после установки проприетарных драйверов вот nvidia этот баг ушел но на свободных драйверах он имеется у меня были всяческие мерцания артефакты это нужно знать вот и причем это такого рода артефакты они появлялись спонтанно и как бы не сразу можно было неделю работать их просто не было потом они появлялись потом появлялись часто но установил драйвера все было хорошо ну и был у меня еще один не знаю может это не бага фича вот основная причина почему мне все таки пришлось отказаться от этого дистрибутива это то что после перехода это дистрибутива в режим блокировки да когда вы уходите не используйте ваш компьютер у вас блокируется экран там до компьютер может не важно вот после того как вы нажмете там клавишу на вашей клавиатуре либо дерните мышкой в общем компьютер должен проснуться но на моем экране да я делал пост в telegram в нашу группу кто не подписан подписывайтесь сейчас он выведу на видео данное фото просто сообщение то что перейдите в терминальный режим выполните команд для восстановления сессии но когда мы переходим в терминальный режим выполняем указанную команду то ничего не происходит терминал выдает просто извини парень я не знаю этой команды и все и отличилась только перезагрузкой ну это как данный дистрибутив являлся моей основной системой работал я за компьютером много и часто там что-то делаешь да программируешь пишешь код знаю там вечером до то шоу поужинать приходишь тело приходится перезагружаться и сохранился ты не сохранился приятного очень мало из-за того что компьютер просто нормально не может выйти из режима сна там даже не всегда можете разблокировать ваш экран то есть чем это связано это падала графическая оболочка или скорее всего падал графическая оболочка и выдавалось сообщение для того чтобы восстановить сессию вот возможно этот баг появляется только у меня возможно это чисто субъективное мое мнение не хочу никого обидеть я вообще хочу построить линию нейтралитета на канале мне не очень хочется различного рода холиваров и так далее ну вот такое вот у меня случилось пожалуйста напишите в комментариях возможно это явление не только у меня возможно это массовое явление и я думаю людям которые просматривают дистрибутив нужно знать чем они могут столкнуться так что пожалуйста пишите в комментариях будет очень интересно узнать ваше мнение и вашу позицию целом дистрибутив оставил положительное впечатление но за исключением вот таких вот мелких шероховатостей продукта в целом крутой и классный работает все быстро плавно замечательно но основной крупнейший минус данного дистрибутива является то что он еще молод еще не доработан и разработчикам есть куда стремиться и есть на что обратить внимание в целом я думаю пройдет так годика два когда допили данный дистрибутив я думаю его можно рекомендовать всем ну а сейчас я его могу рекомендовать лишь только энтузиастам которые хотят попробовать и если у вас не будет таких проблем как у меня это дистрибутив можно использовать как основной почему бы нет ну а рекомендовать всем тем более новичкам я наверное не буду дабы мало ли там выстрелят какие-то баги и чтобы не испортить впечатление от вселенной минус дистрибутивов у нового пользователя всем новичкам рекомендую linux mint уже кубунту убунту манджара вот соус еще неплохо ну а киде не он стоит еще скажем так проварить сыроватым еще ну что ж друзья таковое мое мнение по поводу киде не он мой отзыв вот спустя больше чем два месяца использования надеюсь было интересно и полезно ставьте ролику лайк пишите обязательно свои комментарии подписывайтесь кто не подписан и не забывайте включить колокольчик дабы не пропустить новые видео ну что ж всем спасибо и до новых встреч пока пока